Здравствуйте, меня зовут Марина. Сегодня обзор моего заказа A1 по 13 каталогу. Я решила поучаствовать в квесте. Пару каталогов пропустила. И что мне пришло в ящики? Я уже все раскрыла, конечно. Это первая макулатурка. 14 каталога от лет. Потом вот такой вот президентский клуб, в котором я никогда не участвую, так как я заказываю все для себя. Каталог 15 и каталог 14. Такой новенький. И еще меня поздравили вот такой открыточкой. Поздравляем с успешным выполнением первого задания. Двигайся дальше. Я выполнила первое задание. Получила приз, от которого обалдела. Я не знаю. Может быть, конечно, это нормально для A1, но для меня он очень понравился. Это была моя даже радость. Второе задание. Я опять же буду участвовать. Естественно, хочу выбрать из этих трех себе приз. Скорее всего, водичку. Надо заказать на 2500. И получу тогда приз воду, я надеюсь. Так, этот резель у нас идет 50 мл. Ну, опять же, можно поучаствовать в розыгрыше машины, но участвовать я там точно не буду. И покажу свой маленький заказик. Первое, что получила, это... Естественно, мне стала интересна вот такая вода. Заказала я ее одну, хотя было выгодно заказывать две, но у меня две слишком будет много. фаравейр и бель, 50 мл, парфюмерная водичка. Аромат там я не помню, какой каталога у меня, 13-го просто не было. И мне пришлось по интернету все заказывать. Я помню, что там соленая карамель идет, еще что-то. Сам флакон выглядит вот так. Вышло оно у меня с 20% скидкой. 601 рубль, по-моему. Флакончик достаточно милый, симпатичный, такой вкусного цвета. Такой не очень приятный, ну, хороший такой с пластиковой крышкой, но это роли не играет. Сам аромат очень яркий. Такой насыщенный, радостный. Фруктово-карамельный. Вот чувствуется сладость здесь такая. Ну, не знаю, надо будет попробовать поносить. Но аромат мне понравился, в принципе. Не могу сказать, что он прям плохой и совсем при мне не нравится. Но чувствуется, что это, конечно... Ой, извините, что это Эйва. Так, еще я заказала себе вот такой платочек. Вышло он мне что-то 260 рублей, по-моему, или 255 со скидкой. Платочек всем известный. Нет каталога, поэтому не могу показать. Не помню, как он даже называется. Он шел у нас уже в распродажке. Вот. И по распродаже он был той же самой ценной, как он был в каталоге, когда вышел изначально. Очень мне нравится. Расцветка позитивная, красивая. Вот. Поэтому заказала себе. Судорственно буду носить. Такая с энтетиком. Ну, мне нравится, в принципе. Неплохой. Я на Алиэкспресс такие же платочки заказала. Правда, за 150 рублей. По-моему, такое же даже качество. Но там с картинами Ван Гога. Так. И дальше. Заказала два пробника. Матовые помады. Невесомость. Опять же, без каталога. Не могу толком даже назвать цвета. Вот. Пинг. Хиш. Как-то. По-моему, что-то было розовое. Не было. Как-то. Не помню, как называется. У меня тут человек специально не фокусируется. Так, заказала два пробника. Нашла в 14 каталоге. Так. Первый. Это Туманный Мока. Вот. Здесь он как бы есть указан. Но меня не фокусирует. Этот цвет мне понравился. Я уже попробовала на губы нанести. Это вот он. Второй идет сверху. И он очень классный. Мне понравился. И мне кажется, носибельный практически будет для всех. Цвет, в принципе, совпадает. С пробником. Пробник кажется чуть-чуть светлее даже. Немножко, чем картинка. Но мне сейчас немножко темно. На губы нанесла. Наносится распрекрасно. Лежит хорошо даже сейчас в этой помаде. И сейчас покажу сводч. Что хочу сказать. Цвет темнее вашего естественного цвета губ. То есть, ваши губы. Цвет ваших губ просто чуть темнее. То есть, помаду видно. Но она не сильно выделяется. Она не режет лицо вам. И поэтому она очень красиво достойно смотрится. Благородная. Благородный цвет помады. Так. Вот так смотрится на руке сводч. Это туманный мокка у нас. Вторая. Вот вторая картинка сверху. Очень хороший цвет. Мне прям очень нравится. Так. И вторая помадка у нас. Я взяла розовая пелена. Вот. Это у нас раз, два, три, четвертая сверху. Так. В принципе, они похожи. Ну да, в принципе, совпадает рисунок. Но помада кажется чуть-чуть темнее. Ну, в принципе, все одно и то же. Розовая пелена. Покажу на руке. Вот на руке рядом розовая пелена посветлее. Мне помада эта не очень понравилась на губах. Все-таки она губы выбеливает немного. Ну, для, может быть, очень молоденьких девочек очень даже будет хорошо. Помада цвет неплохой. Она не яркая, не вычурная. Она приятная. Такого вкусненького цвета розового. Ну, меня лично немного выбирает. Поэтому, не знаю. Тут уже надо, конечно, выбирать каждому, что нравится, что подходит. И моя радость сегодня, именно радость с этой посылки, то, что в квесте за свое первое задание, за 2000 заказа и за 50 рублей я получила вот такой подарок. Я так довольна. Я так хотела, чтобы мне какая-нибудь водичка попалась. Думаю, путь будет даже чилиш маленький. Лишь бы только, ну, подарю кому-нибудь. А мне вдруг попалась водичка Attraction Rush. Да еще полноразмерная. Я прям такая довольная. Не ожидала такого подарка. Прям рада. Спасибо, Эйвен, за это. Что за 49 рублей я получила за первый этап. Вот, надеюсь, теперь получу тризель за второй этап. Вот так вот. Это моя радость. Ну, и есть у меня разочарование. Заказала я в каталоге 13 блузку себе. Знаете, такую за 1200 она была. И с такими пышными рукавами. Она такая кружевная. Я не могу показать. Мне не на чем. И с такими пышными рукавами. Там два слоя идет пышных рукавов. Я думаю, вы знаете, в каталоге она есть. Там небольшая фотография. Заказала я ее. А мне пришла совершенно другая блузка моего размера. То есть я заказала 52-54 свой размер. Я ее померила. Сейчас это блузка, которая не та. Но всем она давно известная. Рубашка синяя с погонами. Вот я ее померила. Мне она подошла. А я теперь думаю, может быть, мне ее себе оставить. Девочки, пришла мне вот такая рубашка. Синяя, всем известная. Знаете, вот с такими погонами. С такими погончиками. Все вы знаете. Погоны прикольные. Кстати, как оказалось, рубашка достаточно прям хорошо. Хоть она без выточек. Но мой пятый размер груди уместился. Вот видите, даже свободно. Никаких проблем нет. Единственное, какая-то непонятная длина рукавов. Я их закатала. Смотрится как бы неудобно. Комфортно. Она мягкая. Один рукав полностью вот так получается. 52-54. В принципе, мой размер. И он мне полностью совпал. Не стоит заказывать какие-то другие размеры. Больше-меньше. Именно надо свой. И я одела их с джеггинсами. Эту рубашку с черными джеггинсами, которые на резинке черного цвета. Я не знаю, как мне теперь оставить ее себе, может быть. Она удобна. Она все закрывает, все что нужно. И то ли ее все-таки, не знаю, отправить обратно, так как не торопашка. Другой стороны, она такая, что на года и ходить в ней можно. Но как бы мода на нее навряд ли поменяется, нежели те же самые пышные рукава у той блузы. Она и та и покороче, и как бы, не знаю я. В общем, вот думаю, может быть подскажете, стоит мне ее ставить или нет. Цвет у нее хороший. Ну, единственное, что тут на фотографии, на видео плохо видно, конечно. В общем, вот так вот получается. Сразу одела ботинки, чтобы было немножко понятно, что к чему. Вот. Да, эти брюки прикольные. Очень нравятся. Вот. На резинке классные. Девчонки, покупайте. На размере меньше штук с условием. Покупайте. Вот. Я уже говорила в своих видео. Так что вот так. Длина прекрасная. Спину все, как видите, прикрывает. Все, что нужно. Ну, по счету, вот. Вот так вот, короче говоря. Блички хорошие. Наверное, я себе все-таки ее оставлю. Ну, ладно. Всем пока. Спасибо за просмотр. До свидания. До свидания. А, кстати, хочу показать, что здесь еще идут пуговички. Вот. Забыла сказать. Так что вот так вот там. Всем пока. Продолжение следует. Продолжение следует.